Общество Матиса Кастрона учредило премию среди журналистов. На присуждение могут претендовать только журналисты, пишущие на финно-угорских языках народов России и освещающие историю и культуры этих народов. Мы узнаем мнение директора Поволжского центра культур финно-угорских народов Юрия Мишанина. Здравствуйте, Юрий Александрович. Здравствуйте. Мне известно, что вы имеете большой опыт в журналистике. Вы будете именно как журналист участвовать в этом проекте, выставлять свои работы? Я хочу сказать, что это очень хороший проект, и не только этот проект, который предлагает общество Матиса Кастрона. Я скажу так, что я буду участвовать в большей степени в качестве организатора в своем регионе. Потому что действительно есть очень много достойных журналистов и в Мордовии, и в других регионах, которые имеют много прекрасных публикаций, работ, серий работ и фоторабот. И мы обязательно организуем их для того, чтобы они достойно представили и Мордовскую часть финно-угорского мира в этом проекте. Вот есть мнение, что все-таки работы финно-угорские, они чем-то похожи друг с другом. Есть вот такие работы, которые именно выделяются, сенсационные, можно сказать, работы, открытия? Похожие, может быть, в хорошем смысле слова, потому что в основном журналистика, наша финно-угорская журналистика, она действительно не забыла еще о человеке простом, нормальном человеке, человеке труда. И это хорошо, потому что наша столичная журналистика, к сожалению, об этом абсолютно не пишет. Наша национальная журналистика, хорошо, что еще пишет о культуре своего народа. А столичная журналистика эту тему тоже практически забыла. И телевизионная журналистика. Мы не видим культуру народов России там. А видим, ну, Америку, Африку, другие страны есть, а культуры народов национальной России на экранах нет. Это плохо. А кто виноват в этом? Может быть, сами журналисты виноваты? Виноваты, я думаю, что не журналисты. Виноваты те люди, которые руководят журналистикой и разговоров, и у меня лично было немало с видными, известными журналистами. Вот в Всероссийском фестивале журналистов в Дагомысе ежегодно проходит такой фестиваль. Мы по этому поводу беседовали с Олегом Попцовым. Вот. Он полностью поддерживает вот эту озабоченность, что нет народов России на экране. И он обещал даже так, в силу своих возможностей, говорит, я буду над этим вопросом работать. Но, вот, ныне там, скажем так. Поэтому, может быть, это и хорошо, что в нашей журналистике Ченугорской нет крайностей, нет крикливости, нет желтизны, я бы хотел сказать. Вот скажите, вот, вы, может быть, знаете таких журналистов, которые известны не только среди финногорского мира, а которые известны и за пределами этого мира? Ну, скажем, вот те, которые у нас работают. Мария Ивановна Малькина у нас известный журналист, литературовед, критик. Она, кстати, уже один раз получила первую премию эстонского общества в области журналистики, литературы. Василий Иванович Демин наш известный. Ну, тот же Абдулов из Марийской республики, редактор газеты «Мариял». Но все-таки считается, что журналисты это универсально. Они могут писать и как о финногорском мире, так и о любом мире, в принципе. Или вы все-таки считаете, что узконаправленность должна быть? Ну, знаете, вот я еще являюсь заведующим кафедрой региональной журналистики в Мордовском университете. У нас есть такая специфика. Скажем, мы принимаем на первый курс уже с учетом разделения по национальным подгруппам. То есть МОК, Шерзя, русские, даже одно татарское место есть. И в процессе учебы вот этим подгруппам занятия многие даже журналистские специальные дисциплины ведем на родных языках. То есть это говорит о том, что журналист должен быть универсальным. Он должен знать специфические проблемы своего народа. Он должен знать особенности своей культуры. Он должен знать, естественно, язык. Ну и должен быть безупречной грамотности. Это уже общее требование журналистам. Спасибо, Юрий Александрович, за интересную беседу, за свою точку зрения. Надеюсь, мы еще встретимся. Спасибо большое за этот ваш проект и за то, что пригласили участвовать в этом проекте. Я напоминаю, это было мнение журналистики финногорских народов директора Поволжского центра культур финногорских народов Юрия Мишанина. До встречи. Продолжение следует...